Многочисленные операторы предлагают невероятно большой ассортимент тарифных планов, возможность выбрать телефонный номер и многочисленные бонусные программы. А вот как быть, если номер вашего телефона стал вам родным и любимым, его знают все знакомые и близкие, а вот оператор связи перестал устраивать и его хотелось бы поменять. С 1 декабря этого года в силу вступил закон о переносимости мобильных номеров. Госдума одобрила законопроект, который должен упростить для абонентов процедуру смены сотового оператора с сохранением прежнего телефонного номера. Впрочем, по мнению ряда экспертов, сейчас компании часто не спешат отпускать клиентов и всячески затягивают этот процесс. Знаете ли вы что-нибудь про мобильное рабство и про то, что его отменили с 1 декабря? Я слышала о том, что вроде сохраняя мобильный номер свой собственный, можно будет прийти к любому оператору сотовой связи. Вот только когда не знаю, ну что-то такое было. А вот информация о том, что уже можно. Вы хотели бы ее воспользоваться? Я считаю, что это колоссальный прорыв вообще для всех абонентов, потому что, допустим, номер телефона бывает очень важным. Для меня мой мобильный номер очень важен, он знает очень большое число людей. И приходить к другому оператору на более каких-то удобных для себя условиях не получается, потому что не хочется менять номер телефона. Если действительно сейчас это уже возможно, ну это просто здорово. Вообще оператор не хотел бы поменять, но это интересная затея, потому что некоторые люди переходят с других операторов и неудобно, когда меняются номера, чтобы всем сообщать и так далее. Ну как бы интересно сейчас посмотреть будет на этот закон как бы в действии, как будет происходить. Это будет пока не сделать систему полную всех номеров. И она будет, наверное, в Москве, скорее всего. Согласно нормам закона об отмене мобильного рабства, смена оператора с сохранением номера должна занимать не более 9 дней и стоить не более 100 рублей. Но при этом менять оператора россияне смогут не чаще, чем два раза в год. Правда, в отличие от аналогичных законов в других странах, в отечественном законе есть ограничения. Менять оператора можно только в пределах одного региона. Продолжение следует...